РФИ, Арина Макарова на прямой связи с нами сейчас из Парижа. Арина, я приветствую вас, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Итак, чемпионат Европы по футболу действительно под угрозой. Франция обещает выйти на забастовку на весь июнь. Профсоюзы говорят, что не намерены прекращать свои акции протеста. И вот опять же вот эта информация о терактах. Да, добрый вечер. Но прямой угрозы проведению чемпионата не существует. Соревнование состоится, несмотря ни на что. Но возможно, что попасть на него придется как раз гораздо более меньшему количеству зрителей. При условии, что профсоюзы продлят забастовку вплоть до чемпионата. Пока же они только угрожают это сделать. Но надо отметить, что подобные угрозы истории профсоюзного движения и забастовочного движения во Франции делаются постоянно. Но история еще не знает таких случаев, чтобы какое-то крупное международное мероприятие было из-за этого отменено. Каждый раз либо правительство, либо профсоюзы идут на уступки. И тем более, что и правительство, и профсоюзы заинтересованы в общественном мнении. А в таком вопросе, как чемпионат Европы по футболу, профсоюзам общественное мнение просто не простит того, что если они согласятся пройдет забастовку на время самого чемпионата. Хорошо, с протестами понятно. А террористическая угроза, информация, которая обнаружена в ноутбуке, не кого-нибудь, а самого Салаха, теракт во время матча России-Англии, что об этом? Пока никаких подтверждений во Франции этого нет. И никакой даже СМИ сегодня, французская, не перепечатала информацию таблоида Сан, который здесь имеет репутацию такой вот желтой прессы. Поэтому нет никаких абсолютно подтверждений того, что теракт был запланирован именно на матч Россия-Англия, что его планировали осуществить с помощью дронов и так далее, все, о чем писала английская газета Сан. Единственное подтверждение такой возможности было во французской газете Liberation от 11 апреля. Тогда газета указывала, что после терактов в Брюсселе бельгийская полиция обнаружила в компьютере одного из камикадзе, который совершил теракт в аэропорту Брюсселя, в его компьютере была найдена аудиозапись разговора с боевиками террористической организации «Исламское государство», которые находились в Сирии. И тогда они обсуждали возможность терактов во время чемпионата во Франции. Но никаких подробностей при этом сама газета не дает. И, кстати, по поводу дронов, та же Liberation тогда написала, что у французских спецслужб разработан специальный план на случай подобного рода атак. Но этот план держится в секрете. Ну а топливный-то кризис точно есть? Вот очереди на заправках и так далее. И, видимо, нечем будут заправлять машины, которые будут обслуживать Евро-2016. Топливный кризис точно есть. Потому что сегодня все ведущие профсоюзы проголосовали продление забастовки. И 6 из 8 нефтеперерабатывающих заводов Франции до сих пор стоят. Также сегодня было решено, что в Гавре, в Парижском регионе и в Марселе блокировка нефтехранилищ также продолжается. И на этом фоне управление гражданской авиации Франции обратилось с рекомендацией к авиакомпаниям заправлять свои самолеты в других странах, чтобы топлива хватало для полетов в обе стороны. И вполне возможно, что для проведения чемпионата Европы по футболу властям придется использовать стратегический запас. Я благодарю вас. На прямой связи с нами из Парижа была журналист РФИ Арина Макарова.